Молдавия не откажется от курса на евроинтеграцию ни при каких обстоятельствах, заявил на брифинге в четверг председатель парламента Андриан Конду. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и его применение на практике – это основной приоритет для нашей внутренней и внешней политики, сказал Конду. Самое важное, по его словам, концентрация на реформах. На первом месте стоит задача улучшить жизнь граждан. Для этого нужно обратиться к эффективным моделям Евросоюза. Одним из приоритетов деятельности парламента остается разработка законодательства, направленного на содействие в борьбе с коррупцией. Также необходимо реформировать судебную систему. Национальный антикоррупционный центр и генпрокуратура также должны быть кардинально реформированы или даже ликвидированы, отметил молдавский спикер. Он сообщил, что на 15 октября намечен визит в Кишинев к румынскому прокурору, который займется изучением работы ответственных госструктур и местного законодательства, а также изучением уже рассмотренных уголовных дел и судебных вердиктов. Румынский эксперт также даст рекомендации в целях эффективной борьбе с коррупцией. Отбором экспертов занимался Евросоюз, добавил Конду. Он также сообщил, что на 15.00 совпадает СМСК, у него назначена встреча с протестующими в центре Кишинева, на которой он выслушает и обсудит их требования. В Кишиневе в воскресенье начались акции протеста, в которых приняли участие представители гражданской платформы ДИА и члены и сторонники партии «Наш Дом», «Молдова», «Красный Блок». Представители ДИА провели митинг у здания правительства. По данным МВД, в нем приняли участие 40 тысяч человек, однако организаторы утверждают, что на площадь пришли более 100 тысяч человек. Среди требований, которые протестующие выдвинули властям, значатся отставка правительства, генпрокурора, проведение досрочных парламентских выборов, борьба с коррупцией. Участники платформы ДИА неоднократно заявляли, что правящий в стране альянс за европейскую интеграцию лишь имитирует евроинтеграционные процессы и подчинен олигархическим кругам.